День ПСИС – международный праздник, который отмечается 1 апреля. Традиционно уже девятый год в республике проходит конкурс «Птичий дом», приуроченный к данному дню. В этот раз на участие подали 740 заявок. Некоторые из них коллективные, а значит, со всей республики набралось около тысячи претендентов на победу. Работы сами замечательно, интересные. Вы можете сами посмотреть практически и увидеть о том, что фантазия человеческая не ограничена. Но из такого большого количества заявок, все же членам жюри пришлось определить победителей. Всего их получилось 55, а номинаций – 12. Оригинальный скворечник, скворечник в ипотеку, самый юный участник и другие. Победителем последний стал двухлетний Ваня. В свои года малышу уже приходится блистать. На сцену выходит сам, но не без сопровождения взрослых, конечно. Да еще и интервью просят. Вот только на камеру говорить не хочет. Стесняется пока. Ты же разговариваешь, ты что застеснялась-то? Ты помогал папе скворечник делать? Нет? А вот Игорь был настроен решительно. И грамоту сам забрал, и на вопросы почти все смог ответить. Мама помогала. А сколько ты его делал? Даже не знаю. В номинации за активное участие выигрывали не просто отдельно взятые дети, а целые коллективы, которые поддерживают этот конкурс уже не первый раз. Например, воспитанники Старошайговского детского сада номер 2 принимают участие ежегодно и уже пятый год являются победителями в этой номинации. Но воспитатели благодарят в этом в первую очередь родителей, которые оригинально подходят к конкурсу. Многие дети приняли участие, и родители в том числе. У нас есть такие родители, даже высылали мини-ролики, где они вместе с детками дома делали вот эти кормушки, скворечники. Благодаря неравнодушным детям и их родителям теперь и наши пернатые друзья готовы к весне. Арина Мелешкина, Александр Зюзяев. Наши новости.